МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это формула событий, прямой эфир. Вместе с гостями, экспертами, репортерами Подмосковья обсуждаем главные темы этого дня. В студии Нина Сацырова. Добрый вечер. Лу улавляют все эти. В феврале в Подмосковье стартует крупная кампания по привлечению в область инвесторов. Теперь о своей привлекательности для бизнеса придется побеспокоиться всем муниципальным образованием, оценить свои возможности, вычленить лучшее и правильно это презентовать. Как заявил глава региона Андрей Воробьев, цитата, в области, однако, пока не все города и районы участвуют. В ближайшее время, если не 1 февраля, то 15-й нами будет начата пропагандистская рекламная кампания по привлечению в регион инвесторов. Конец цитаты. Однако, пока не все города и районы предоставили информацию об участках для размещения новых кампаний. Вместе с тем, в регион регулярно поступают заявки на инвестирование таких уже на 5 миллиардов рублей. Инвестиции – одна из приоритетных доходных статей бюджета, но это шаги скорее на перспективу пополнения областного кошелька. Ну а о том, как в 2013 году распределятся официальные деньги региона, поговорим сегодня. Итак, в программе. Что такое госказна, как она наполняется? Почему, когда денег мало и хватает, и наоборот, бюджет с избытком, а целые отрасли бедствуют? Что такое эффективное распределение средств? Поговорим с экспертом. Земли у Подмосковья стало меньше, но план увеличить бюджет до столичного по-прежнему актуален. Откуда возьмут деньги? Ведь речь о сотнях миллиардов рублей. Что же вошло в перечень доходных статей? Семья – главный институт общества. Стало быть, ее финансы и их распределения должны походить на то, как этот процесс устроен в системе государства и региона. Так ли это? Разбираемся. Что такое домашняя бухгалтерия? Все это и не только. Сегодня в программе «Формула событий». Заседание высшего совета при губернаторе Московской области проходит в эти минуты в здании правительства в Красногорске. На нем должны представить типовые проекты, готовящиеся к строительству детских садов и поликлиник, а также документ по реконструкции парков региона. Кроме того, здесь обсудят проблему отношения людей к власти. В частности, присутствующим озвучат данные социологического исследования, которые в дальнейшем планируют использовать в повседневной работе правительства, глав районов и городов Подмосковья. Сегодняшнее заседание первое в наступившем году. Теперь высший совет будет собираться регулярно в третьей декаде каждого месяца. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Воробьев поставил перед правительством задачу увеличить бюджет области до столичного уровня. Несмотря на потери области от расширения Москвы, это минимум на 22 миллиарда рублей, амбициозные задачи по наращиванию бюджета региона вполне выполнимы. Так, в 2013 году увеличивать подмосковную казну будут за счет более эффективного использования земли, жесткого учета всех объектов недвижимости, соблюдения налоговой дисциплины. В частности, будут организованы комиссии отслеживающей компании, которые предпочитают прибыль показывать в одном регионе, а обыдки в области. Привлечение инвестиций также должно пополнить региональную казну. Появилась возможность увеличивать и бюджеты муниципальных образований. Так, 800 миллионов рублей должны появиться за счет введения патентного налогообложения. 100 тысяч индивидуальных предпринимателей. Впервые бюджет Московской области социально ориентированный более чем на 70%. Это значит, что первоочередные траты предусмотрены на поддержку отдельных категорий граждан, в том числе и пенсионеров, а также на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. По сравнению с 2012 годом, расходы на социалку увеличатся почти на миллиард 400 миллионов рублей. Значительный объем средств пойдет на строительство и капитальный ремонт государственных дошкольных учреждений, а также на создание дополнительных мест в частных детских садах. Дефицит бюджета в 2013 году составит более 16,5 миллиардов рублей. Источником дохода для его покрытия станут средства, полученные от продаж имущества, принадлежащего Московской области. Ну а на случай ухудшения экономической ситуации в стране, не первоочередные статьи будут финансироваться с учетом фактического поступления доходов в региональный бюджет. Это касается инвестиций, расходов на капитальный ремонт и приобретение оборудования. Ну а благодаря сокращению неэффективных расходов ожидается увеличение бюджета на 30-35%. В числе первоочередных расходов региональной казны значится и здравоохранение. На временной исполняющей обязанности губернатора Андрей Воробьев нацелен активнее развивать сферу. Отраслевое ведомство на этой неделе обзавелось новым министром. Напомню, им стала Нина Суслонова, которая раньше работала в департаменте здравоохранения Москвы. Возможно, в регионе будет применен столичный опыт выведения системы здравоохранения на более высокий уровень. В Московской области были сложности с поставкой медикаментов для льготных категорий граждан. Были определенные проблемы с организацией вообще медицинских услуг, которыми пользуются граждане, живущие на территории Московской области. Эти два субъекта федерации оказывали разные по объему уровня медицинской помощи. Мы надеемся, что с приходом нового регионального министра здравоохранения Московской области ситуация коренным образом изменится. И в первую очередь в отношении льготных категорий граждан, которые сегодня имеют катастрофические проблемы с доступом к лекарственным препаратам. Отмечу, что буквально несколько месяцев назад единственная государственная муниципальная аптечная сеть в Подмосковье была передана в управление частной компанией. Так называемая сеть Мосуболфармация прекратила свое существование. И сегодня, помимо вообще системы закупок лекарственных препаратов, есть очень большая проблема физического доступа к лекарствам. То есть просто не осталось государственных аптек в Московской области, которые бы смогли полноценно обеспечивать лекарствами онкологических больных, диабетиков, людей, страдающих рассеянным склерозом и так далее. Это все проблемы инфраструктуры, проблемы менеджмента. Это все те проблемы, с которыми предстоит сегодня связываться в будущей команде нового министра здравоохранения. Кардинальных перемен сегодня требует ситуация в сфере младенческой смертности. На деятельность педиатрических учреждений необходимо обратить особое внимание. Сфера оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями также в упадке. А обеспечение лекарствами льготной категории граждан оказалось под угрозой срыва. Чтобы облегчить ситуацию, прежний министр внедрил электронную систему выдачи лекарств. Однако, как показала практика, это только усложнило ситуацию. Сегодня все новации, все какие-то изменения в вопросах организации обеспечения медикаментами, это все очень сложные, очень многогранные вопросы, потому что в них задействованы не только врачи, но в них задействованы еще и сами пациенты, и платежные организации, которые оплачивают за отпущенные медикаменты, и аптеки, которые отпускают медикаменты. То есть очень много участников этой всей цепочки, они все взаимосвязаны. И, конечно, если какое-то звено начинает пробуксовывать, недопонимать, какие у него обязанности и возможности в этой системе, конечно, все это рушится, как карточный домик. И любая реформа, она должна сопровождаться полноценным разъяснением того, как работать в новой системе. К сожалению, вот то, что мы видели в Московской области, попытки сделать систему более информационно емкой, более современной, они были благими попытками, но хромал менеджмент, то есть исполнение этих реформ и хромала информатизация. То есть практически не было проинформировано участник этой системы, ни аптечной организации, ни стационары, имеется в виду поликлиники, больницы, ни сами практикующие врачи. Я думаю, что большей части проблема была именно в информировании целевых аудиторий. В 2013 году на льготные лекарственные обеспечения в Московской области в общей сложности выделено более 5 миллиардов рублей. Правом на получение медикаментов смогут воспользоваться почти 500 тысяч человек. Вместе с тем, проблема своевременного предоставления льготных лекарств давно стоит довольно остро. Ее не удавалось решить и до введения электронной системы. Некоторые эксперты предполагают, что ситуацию можно будет выправить лишь после сентября, когда состоятся выборы главы региона. Многие высказывают мнение, что проблемы с медикаментами связаны именно с частой сменой губернатора, благодаря чему в Московской области сложилась нестабильная политическая ситуация. Я думаю, что неспокойная политическая обстановка в Московской области, ну можно так это назвать, потому что за последние несколько месяцев сменилось два губернатора в этом субъекте федерации. Так вот, такой неспокойный политический фон, конечно же, отразился на всех отраслях, в том числе на здравоохранении этого субъекта федерации. Чтобы чиновнику как-то проявить себя, чтобы как-то запустить полноценно реформы и почувствовать какой-то эффект от этих реформ, конечно, нужно время. В одночасье изменить целую систему невозможно. Мы не сможем проснуться завтра в новой стране, в новых условиях, со всеми решенными проблемами. Поэтому нужно давать время, и это время, к сожалению, оно всегда выпячивает какие-то болезненные моменты, которыми, может быть, мы будем недовольны. Но тем не менее, для этого существуют различные общественные слушания, для этого существуют средства массовой информации, для этого существуют пациентские организации, через которые можно свое недовольство, свое мнение ретранслировать в адрес государственных органов исполнительной власти. Я думаю, что у нового министра Московской области есть все решеги для того, чтобы а. выслушать пациентов, б. учесть мнение профессионалов, то есть врачебного сообщества, ну и ц. изучить лучшие практики, которые сегодня существуют по всей стране. Понятно, что кардинально поменять всю систему здравоохранения в регионе за год не удастся. Эксперты предлагают несколько путей решения проблемы. Один из них – применение рыночного механизма предоставления медицинских услуг, а государству оставить лишь надзорные функции. Другие же уверены, что есть необходимость опираться на зарубежный опыт. Нужно изучать лучшие практики, которые существуют сегодня, как в российских регионах, так и на рынках, на системах других стран. Что касается лекарственных препаратов, то в области очень много инфраструктурных проблем. В первую очередь, связанных с наличием аптечных организаций, которые бы отпускали бесплатные медикаменты для граждан, живущих в Московской области. Отмечу, что государственная аптечная сеть не существует сегодня в Московской области. И функции по отпуску льготных категорий граждан взяли на себя стационары, взяли на себя амбулатории. Это не их профиль, понятно, и такого очевидного эффекта положительного мы от этого не ждем. Поэтому нужно развивать свою аптечную сеть, нужно переходить на принципы лекарственного возмещения, когда не только льготные категории граждан, а все жители Московской области, да и вообще всей страны, могут получать бесплатные медикаменты. И надо сказать, что с 2014 года в пилотном режиме в некоторых субъектах Федерации начинается апробация таких вот схем лекарственного возмещения, когда неважно, больной человек, здоровый человек, богатый, бедный, он может получить базовую лекарственную терапию бесплатно. Мы переходим постепенно к этой схеме. Кстати, это европейский опыт, Европа живет уже по такой схеме более 50 лет. Россия только сейчас начинает пробовать свои силы в лекарственном страховании. ПОДМОСКОВИЯ ПОДМОСКОВИЯ Прежде всего, это связано с бюджетной политикой области. В первую очередь, она направлена на повышение уровня жизни населения, сокращение объема государственного долга, а также сбалансированность муниципальной бюджетной системы. Не последнюю роль здесь играет и инвестиционная привлекательность региона. О том, по каким параметрам она оценивается и что это дает в Московской области, мы поговорим с аналитиком инвестиционной компании Еленой Шишкиной. Елена, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала разберемся, что такое инвестиционная привлекательность и какая она у Московской области. Действительно, инвестиционная привлекательность – термин достаточно новый, и поэтому зачастую неверно трактуется. На самом деле, инвестиционная привлекательность всего лишь характеризует объект инвестирования, например, такие, как, возможно, регион или страна, в том числе компания, и говорит всего лишь о целесообразности инвестирования в объект. Что касается инвестиционной привлекательности Московской области, то регион финансово устойчивый и, как вы правильно заметили, остается инвестиционно привлекательным на протяжении последнего времени. Более того, на протяжении последних лет инвестиционная привлекательность растет, стабильно растет, и это признают международные рейтинговые агентства. Елена, понятно, что степень инвестиционной привлекательности – это, в принципе, инвестиционная активность региона, да? А вот какие статьи бюджета, если можно их выделить, влияют на инвестиционную привлекательность? – Стоит отметить, что в целом, по большей части, бюджет Московской области является социально ориентированным, и большая часть, порядка 70%, тратится именно на социальные нужды. Однако остальные, порядка треть бюджета тратится на определенные программы, такие как развитие инфраструктуры, поддержка предпринимательства малого и среднего бизнеса. Автоматизация управления бюджетным процессом – именно такие показатели могут сказаться на росте инвестиционной привлекательности региона. – Елена, а что еще можно сделать для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Московской области, на ваш взгляд? – На мой взгляд, ни одна мера не будет полной без какого-то глобального взгляда, поэтому необходим комплекс мер. На мой взгляд, это все та же инфраструктура, развитие инфраструктуры, понижение налогов, возможно, автоматизация бюджетного процесса и каких-то устранений бюрократических проволочек. – Елена, вы как раз упомянули рейтинги. Насколько влияют на реальное положение экономики рейтинговые агентства со своими данными? И могут ли плохие показатели таких агентств еще больше ухудшить положение экономическое? – В целом рейтинги агентств – это запаздывающий такой индикатор, который постфактум отражает реальность экономики, которая зачастую к этому моменту времени уже определена и так уже понятно всем инвесторам. Однако есть определенные моменты, на которые этот рейтинг может повлиять. В том числе, например, стоимость заимствования. Так, например, если рейтинг снижается, рейтинговое агентство снижает рейтинг, например, в Московской области, то стоимость заимствования будет расти, что может, соответственно, негативно сказаться. – Елена, всегда в бюджете, пусть региональным, семейным, есть какие-то статьи, которые можно, наверное, сократить. В новом бюджете Подмосковья за счет сокращения таких статей доходы увеличились на 30%. Если говорить на ваш взгляд, что еще можно сократить для того, чтобы как-то улучшить ситуацию? – На самом деле вопрос достаточно такой сложный. Дело в том, что безболезненно срезать бюджет вряд ли получится в силу его именно социальной направленности. В силу того, что большая часть… – Не говорим о безболезненных сокращениях. – Я боюсь, что вряд ли такое возможно. – Елена, спасибо вам большое за ваше мнение, за участие в нашей программе. Ну а я напомню, мы говорили об инвестиционной привлекательности Московской области с аналитиком инвестиционной компании Еленой Шишкиной. – Хорошо. Продолжение следует... В рейтинге семейных ссор первое место занимают разногласия из-за финансов. Это результаты многочисленных опросов. Споры о деньгах обходят даже скандалы из ревности и равнодушия к домашним делам. При этом в нашей стране тема семейного бюджета остается полузакрытой. Многие пары, прожив десятки лет вместе, стараются всячески избегать якобы неудобные разговоры о финансах. А еще женщины утаивают от мужей лишние траты. Действительно, зачем раздражать любимого? Ну а те, в свою очередь, дабы спасти семейный бюджет от жен транжир, прячут по дому заначки. Спорят обо всем, как тратить, на что и есть ли смысл. Можно ли в принципе избежать финансовых разногласий. Об этом поговорим с нашим гостем. У нас в студии Андрей Паранч, генеральный директор школы начального финансового образования. Член экспертной группы по финансовому просвещению при федеральной службе по финансовым рынкам России. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Обнадежьте меня. Скажите, возможно ли так распределять семейный бюджет, чтобы конфликтов не возникало вообще? Думаю, что невозможно. Я за всю свою практику общения с большим количеством людей по поводу планирования семейного бюджета только один раз встретил семью, где люди могли договориться по всем пунктам финансовых трат на будущее. Поэтому давайте решим, что, наверное, невозможно. То есть, наверное, не стоит за этим гнаться. То есть, успокоить вы меня не смогли? Почему? Смотрите, а как быть с таким мнением, что бюджет должен быть раздельным? Многие спорят, нет, деньгами должна распоряжаться жена или наоборот муж. Как вы считаете, кто из них и ваши отношения к раздельному бюджету? Ну, раз идеального случая не получилось и составить бюджет вместе, скорее всего, не удастся, соответственно, нужно изобрести какую-то форму, которая будет наиболее хорошо работать. И эта форма может быть диктат одной из сторон, например, мужа или жены, то есть, когда бюджет составляет один человек, а второй подчиняется, или это некий раздельный бюджет. Но раздельный бюджет, на мой взгляд, это когда стороны, муж и жена договорились о каких-то общих целях, и кроме этих общих целей у каждого есть некий свой бюджет, в котором они свободно распоряжаться деньгами. То есть, какая-то общая сумма, допустим, на покупку, я не знаю, машины, квартиры на отдых? Это вот договорились. Это общая копилка? Да, это вот мы договорились. А всякие вещи, косметика и так далее у одного, и какие-то вещи, например, по машине и все остальное у другого, это их личные бюджеты, которые они тратят сами самостоятельно, без согласования со второй половиной. Это более нормальная ситуация, чем попытаться создать вместе бюджет, который не будет работать. Ну а как, если жена кладет меньше денег в общую копилку, нежели муж? Как здесь быть? Вопрос неравноправия полов. Ну так и есть. Или наоборот. Редко бывает так, что зарабатывают одинаково, правда же? То есть, все-таки обычно кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Но все-таки это же семья, и так сложилось, что у кого-то больше, а у кого-то меньше. Все-таки деньги общие, и нужно будет вместе договориться о каких-то общих целях. Андрей, вы знаете, многие эксперты, я читала такие мнения, склоняются к тому, что для того, чтобы не было таких проблем серьезных с финансами, нужно планировать семейный бюджет. Причем, я не говорю о неделе и месяце, а там на год, на два, на 10 лет, может быть. Какой период идеальный, и насколько можно рассчитать свои затраты? Идеально планировать очень надолго. В идеале это может быть до конца жизни. Да вы что? Но это очень трудно. В России, мне кажется, практически невозможно. Нет, это возможно, но это довольно-таки трудоемко. По моему опыту, я потихонечку пришел к тому, что пятилетний бюджет наиболее удобен, с точки зрения, что его относительно легко составить, и все-таки он достаточно долгосрочный для того, чтобы запланировать какие-то значительные цели. То есть, если мы планируем бюджет на маленький срок, на месяц, то мы думаем всего лишь в категориях двух зарплат. То есть, вот этой зарплаты и следующей. Когда мы планируем бюджет на срок пять лет, мы думаем о деньгах, которые мы заработаем за пять лет. Это совсем другая сумма. И, соответственно, цели, которые мы сможем достичь, они абсолютно другого масштаба. То есть, если мы хотим действительно чего-то серьезного достичь, то планировать надо на большой срок. На минимум на два года. Хорошо на пять. Еще лучше на десять лет. Но уже труднее планировать. Мне кажется, это практически невозможно. Нет, это возможно. Дело в том, что короткий срок планировать трудно из-за всех колебаний. А на длительном сроке тенденции обычно заметны и понятны. И как раз предсказуемость большого срока планирования, она больше, чем предсказуемость маленького срока. Андрей, можно ли провести такую аналогию? Региональный бюджет, семейный бюджет. Суть одна? Суть похожа. И там, и там. То есть, что такое, в принципе, бюджет? Это мы поставили перед собой некую цель и распланировали шаги по ее достижению. Мы можем поставить цель для себя в своем семейном бюджете. А может быть, цель сформулирована в регионе. То есть, например, цель – это социальные какие-то программы, которые регион должен будет осуществить за год, за три, за пять лет. А дальше все то же самое. Те же самые принципы будут использоваться для того, чтобы составить документ. То есть уже вот как, сколько денег, в какой момент. То есть все-таки основные какие-то параметры совпадают? Принципы одинаковые. Те же расходы, доходы, цели. Абсолютно. То есть все абсолютно одинаково делается. Просто разные статьи, разные цели. Ну, разные масштабы, соответственно. Ой, Андрей, спасибо. Будем стараться, но мне кажется, все-таки маловероятно. Спасибо вам за участие в нашей программе. Ну, а я напомню о том, как правильно вести семейный бюджет, нам рассказал Андрей Паранич, генеральный директор школы начального финансового образования. Что ж, тему семейного бюджета продолжим, но чуть позже, после короткой рекламы, оставайтесь с нами. Это «Формула событий». Прямой эфир с вами Нина Сацирова, и мы продолжаем. Удивительно, но многие люди не знают наверняка, сколько денег у них сейчас. Средства хранятся в кошельке, на счету в банке, дома. Сложить сбережения в уме бывает нелегко. Кроме того, многие не отслеживают, сколько тратят. К примеру, кажется, что на обед в офисе уходит полторы тысячи рублей в месяц. Начинаешь почитывать, оказывается, четыре. Отсюда и возникают финансовые проблемы. Для того, чтобы всегда знать свой баланс кошелька, лучше всего использовать домашнюю бухгалтерию. Программ подобных немало, но суть у каждой одна. Все траты разделяем по категориям и скрупулезно записываем потраченные суммы. Проделав эту работу в течение месяца, многие с удивлением обнаруживают, что деньги расходуются совсем не так, как им представлялось. Подробнее о дневнике расходов нам расскажет Павел Козловский, генеральный директор компании-разработчика компьютерных программ. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу признаюсь, что я не готова сидеть вечерами, записывать все свои расходы, подсчитывать и все для того, чтобы в итоге прийти к тому выводу, который меня не совсем устраивает. Ну, вы не одиноки в этом, потому что это основная причина, о которой люди говорят, отказываясь вести домашнюю бухгалтерию, потому что считают, что это действительно очень много времени, очень нудно и неинтересно. Но на самом деле, во-первых, это совсем недолго. Если нет времени вести настолько скрупулезный учет до пунктов из чека, то можно вести довольно обобщенный учет. Ну, это, наверное, то же самое, что подсчитывать калории. Я так понимала, что уходит значительное время, пока все эти чеки сложишь, пока вобьешь все цифры, которых много. Нет, у нас есть, кроме настольной компьютерной программы, у нас еще есть программа для телефона. Вы едете домой, например, в метро. А, и вспоминаете. Да, вспоминаете. Досталось все чеки, все рассыпалось, все узнали, что ты приобрел в ближайшее время. Сколько уходит? Давайте в минутах. Ну, минут 15 в день будет достаточно. Чтобы ввести расходы своих, которые за ним были произведены. Скажите, вообще, зачем семьям, у которых маленький бюджет, ввести какой-то учет? Ну, ладно, раньше, да, были большие усадьбы, вели специальные люди, вели амбарные книги. А как быть с обычными семьями, не очень состоятельными? Ну, как раз вот для таких семей, в общем-то, и актуально введение домашней бухгалтерии, потому что какая цель у нас? Понять, куда мы тратим деньги, правильно? Вот, и для, если даже бюджет небольшой, но деньги не все равно есть в наличии. Вот, их нужно учитывать, их нужно считать. Если не хватает средств на какие-то вещи, которые не можете позволить, то учет, анализ проведенных трат позволит сэкономить. Вот, и будет хорошо. То есть, получается, что основная цель домашней бухгалтерии – это изменить свое отношение к тратам? Скорее не изменить к тратам, это как промежуточный этап, а скорее понять, как деньги тратятся, на что тратятся. Потому что для большинства, как вы в самом начале правильно сказали, для большинства наших пользователей, это открытием является, после того, как проведут записи где-то там 2-3 месяца, что самые большие расходы – это на мелкие траты, которые не учитываются и считаются, что они небольшие. То есть, то, что разное, это самый большой расход. Ну, да, та же бытовая химия. Ну, наверное, да. А ваше отношение изменилось после того, как посчитали свои расходы? Конечно, однозначно. Как быть с непредвиденными расходами? Ну, вот как раз, я выше только что говорил об этом, да, что основная задача бухгалтерии – это понять, куда тратятся деньги, и попытаться сэкономить, и нарастить какой-то свой капитал. Вот, и как раз вот на этот случай и пригодятся вот эти отложенные деньги. Жить от зарплаты до зарплаты, да, у студента от сессии до сессии, у работающего человека все по-другому. В принципе, такая ситуация, наверное, складывается почти у каждого человека. Как вот выбраться из этого капкана? Только планирование, больше никак. То есть, разделять бюджет свой, как-то стараться, там, если не получается, там, ежедневно, в идеале, конечно, ежедневно было бы хорошо. То есть, вот мы откладываем такую сумму, то есть, считаем, что мы такую сумму тратим в день, и не больше. И придерживаемся этого, и мы прекрасно доживем. Вот, ну, или либо, там, раз в неделю. Вот, потому что я бы под членом семьи, это же совсем идеально было бы, сколько тратит жена, сколько муж. Наверняка вы следите за тенденциями в странах, да? Вот, какую нацию можно назвать самой бережливой? Ну, всегда была самой бережливой, по-моему, немцы. Вот, и вот я, насколько знаю, в прошлом году, одна страховая компания очень крупная сделала отчет, где назвала Швейцарию самой бережливой страной. То есть, это те люди, которые, на счетах которых в банках лежит больше всего собережений. То есть, Швейцария? Швейцария. Швейцария, Бельгия, все-таки Германия, вот эти страны. Ну, главное, что Германия не на первом месте. Ну, по разным отчетам, это же разные показатели. А вот если рассматривать по долям, да, вот сколько должен тратить человек из общего дохода на продукты, на бытовую химию, я не знаю, на развлечения, на отдых, на образование, на приобретение, на те же непредвиденные, да, расходы? Ну, понятно. Ну, как правило, мы считаем так, что она тратится на основные расходы, то есть, продукты питания, коммунальные платежи, то есть, те обязательные траты, которые от них не выделишься. Ну, это обычно так. А сколько нужно? Ну, мы считаем, что где-то порядка 50% нужно тратить, не больше. Конечно, желательно сокращать. А остальное откладывать? Остальное нет. Ну, процентов 30, может быть, тратится на всякие дополнительные, там, ресторан, кафе, там, кино, развлечения, да, возможно, там, или какие-то там вещи, которые не так планировалось. Вот, и остальное по возможности, конечно, откладывать. Ой, Павел, спасибо большое. Будем надеяться, что помогут ваши рекомендации. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Ну, а я напомню, о домашней бухгалтерии мы говорили с Павлом Козловским, разработчиком компьютерных программ. Спасибо. Миллион и панамка для кофе. Однажды американский изобретатель Ник Бейс пришел к выводу, что пробовать температуру столь любимого им кофе на ощупь опасно. Напитком можно попросту обжечься. В конце концов, Бейс придумал крышечку для стаканчиков с кофе, которая меняет цвет в зависимости от температуры. Если она ярко-красная, значит, кофе вам подали обжигающий. При остывании напитка крышка становится коричневой. Ник Бейс запатентовал изобретение, которое пришлось по душе посетителям кафе и ресторанов, их владельцам и даже рекламодателям. Так Ник стал обладателем одного миллиона долларов. А как еще можно стать обладателем кругленькой суммы на своем счету? Спросим у человека, знающего о финансовом благополучии. Все. Предпринимателя Веры Семеновой. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, вы расскажете, как стали миллионером. Попробую за несколько секунд. Ну, первое, что я считаю, что все-таки нужно начинать и уметь рисковать. Те, кто стал миллионерами и становится, умение брать ответственность на себя и принимать рискованные решения, шаги. Рискованные шаги для того, чтобы, знаете, как рискнул, значит, заработал. Кто не рискует, тот не пьет шампанец. То есть в свое время вы рискнули? Да. И по сегодняшний день я это делаю. Есть моменты и оправданный риск, а есть неоправданные риски. Поэтому нужно взвешивать и понимать, насколько ты можешь рисковать. Опять же, сколько ты отложил от бюджета. Ту сумму, на которую ты можешь рискнуть. Ну, а в принципе гарантии нет никогда. Где вот та грань? Как определить, что если не повезет, ты не останешься? Ну, этой грани нет для того, чтобы определить. Ты для себя принимаешь решение. И принимаешь решение, анализируя, что будет, если я потеряю эту сумму. Когда вы рисковали, вы к какой категории людей себя относили? Я все-таки рисковала тогда, когда взвешивал твердо, насколько этот процент риска вероятен. То есть, если я понимаю, что проигрываете, то я стараюсь не входить в те или иные сделки. Когда я понимаю, что риск оправдан, и есть больший процент того, что ты выиграешь, конечно же... У вас он был оправданным. Да, я старалась выбрать те моменты, те сделки, когда действительно риск минимальный, будем так говорить. Я поняла, что человек должен быть рискованным. Какие еще качества должны присутствовать? Брать, во-первых, ответственность на себя. Соответственно, наверное, все-таки понимать, где ты рискуешь. И все-таки это дело знать досконально. Своё дело, то есть свой бизнес и тех конкурентов, с которыми ты конкурируешь. То есть бизнес любит рискованных людей. Рискованных, уверенных в себе и настоящих профессионалов. Скажите, существует теория, что женщина не должна работать в принципе. Как вам вообще удалось побороть вот этот принцип? Как успевать совмещать, оставаться при этом еще и, не знаю, мамой, подругой? Переломили стереотипы? Вы знаете, я все-таки считаю, что женщина настолько многогранна, что в свое время, да, действительно, я была мамой, воспитывала двоих детей и была дома. Но наступил тот момент, когда дети стали подрастать, и им не настолько необходимо мое время уделять. И я научила их быть ответственными за тот период, то есть они у меня стали самостоятельными. Я им позволила это сделать, потому что у меня был бизнес. И это одно другому не мешало. То есть главное попасть в нужный период. Вы знаете, да, тот период, когда детям необходима материнская опека, помощь, мама должна присутствовать. И я по сей день остаюсь мамой, и, конечно же, я нахожу те минуты, когда действительно я им нужна. То есть я всегда говорю, что быть с ребенком, пусть 10 минут, но на 100% с ним быть, для того, чтобы решить его какие-то такие серьезные глобальные вопросы. То есть с тем, что женщина должна сидеть дома, вы не согласны? Нет. Естественно. Нет. Это и однозначно нет. А легко вообще женщине управлять огромными предприятиями, ворочать большими суммами? Ну, это, наверное, тоже от каждой женщины зависит. Вам? Мне легко. Я люблю это делать с удовольствием, потому что то дело, которым я занимаюсь, я... Первоначально у меня стоит любовь к этому делу. То есть я люблю это делать. А только вторично стоит зарабатывание денег. Тогда, когда первично стояло зарабатывание, но не было удовольствия от работы, вот тут надо уметь совмещать, получать удовольствие и зарабатывать деньги. Соответственно, заниматься любимым делом. Наверняка для того, чтобы поддерживать себя в тонусе и заниматься любимым делом, вы должны еще уделять время и себе. Конечно. Сколько вы тратите на свой досуг, на отдых, развлечения? Можно в процентном соотношении от дохода? Ну, я даже могу сказать, что в день, в любом случае, полтора-два часа уходит на себя любимую, так как фитнес, допустим, там, салоны красоты, но без этого женщина никак не может себя почувствовать женщиной. Это часть успешного бизнеса, в конце концов? Да. Это некий знак того, что ты действительно успешна, потому что ты умеешь находить время и для работы, и для детей, и для бизнеса. Наверняка есть чем сравнивать. До того, как стали миллионером, как расходовали свой семейный бюджет, и вообще за какую систему вы? Бюджет должен быть раздельным. У мужчины свой, у женщины свой, общий. Знаете, в моей жизни было по-разному. Рассказывайте. Ваша идеальная формула введения семейного бюджета. Я считаю, что в семье должен быть некая определенная сумма для семьи. Те траты, которые непредвиденные расходы, это некий отложенный бюджет. И все-таки становление миллионером людей наталкивает на то, что когда ты умеешь откладывать некую сумму денег. Если ты зарабатываешь все, что ты зарабатываешь, и все это ты тратишь, то, конечно же, очень сложно стать миллионером. Ту сумму, которую ты откладываешь, ты все-таки начинаешь ее куда-то инвестировать. В то, что приносит тебе еще дополнительный доход не там, где только ты зарабатываешь. То есть откладывать под матрас не стоит? Нет, конечно. Нужно обязательно инвестировать? Конечно. Что посоветуете семьям со средним достатком? Во что вкладывать? Ну, смотрите, тот, кто очень мало в этом разбирается, я советую покупать, наверное, все-таки тот проверенный инвестиционный материал, который есть у нас в стране. Это золото, некие какие-то материалы. Акции подходят? Я думаю, что да. Но ими нужно уметь управлять. Но надо знать. Анализировать, разбираться. Или найти человека, который в этом разбирается. И, тем не менее, ваш семейный бюджет, я имею в виду затраты на продукты питания, на коммунальную сферу, магазины, отдых. Давайте вот в процентном соотношении, какая часть пирога у вас занимает? У меня все-таки, знаете, какое-то деление идет? По 30%. То есть от 100%, 30%, там, 35% в зависимости от того, какие траты, допустим, были непредвиденные. Я считаю, что 30% это некая сумма, которую человек должен потратить на быт, на проживание. Вот, 30%... То есть это коммунальные услуги получаются? Коммунальные платежи, да. То есть 30% это на некое отдых, развлечение и, опять же, обучение и что-то там, последующие какие-то развития себя. Вот. Ну и 30% откладывается от того бюджета, который ты зарабатываешь. А еда у вас в какую часть попадает? Еда в первую, где коммунальные платежи, там же и еда. Там же еда. Вам хватает. Будем следить за фигурой. Да, конечно. Спасибо вам большое за ценные советы, за участие в нашей программе. Ну а я напомню о том, как заработать свой первый миллион, мы говорили с предпринимателем Верой Семеновой. Еще раз спасибо. 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 Сейчас реклама, она пройдет быстро, не переключайтесь. Это «Формула событий». Прямой эфир в студии Нина Сацева. И мы продолжаем. Увеличить бюджет Московской области планируется и с помощью ужесточения контроля добычи полезных ископаемых, эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов и работы розничных рынков. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. В результате доход может дойти до 30 миллиардов рублей вместо существующих 170 миллионов. Такие меры позволят изменить структуру бюджета и направить деньги на решение важных задач области. Подробнее о работе рынков мы поговорим со специальным корреспондентом нашего телеканала Еленой Савельевой. Лена, здравствуй. Добрый вечер. Итак, с 1 числа до 2013 года все рынки должны заработать в новых условиях, крытых, как говорится. Но наверняка времени хватило не всем. Что показывают проверки? Проверку мы провели свою. Начали ее еще, наверное, в конце лета и вот закончили буквально в январе этого года. Действительно, не все перешли на новые условия. Новые условия я сразу объясню, чтобы было понятно. Это не просто какой-то павильончик там с крыши, это капитальные торговые центры с комфортными условиями, с санузлами, со всеми прочими удобными какими-то вещами. Естественно, перешли не все. Как оказалось, и продуктовые рынки отстали, и строительные рынки. И, видимо, в ближайшее время будут проводить проверки уже не телеканалы, не журналисты, а, наверное, представители организаций, которые должны это делать, государственных организаций. Вероятно, им будут выносить предписания и, скорее всего, эти рынки будут закрывать. Придется или соглашаться с новыми условиями, или закрываться. Лен, скажи, понятно, что условия торговли улучшаются, но с этим согласны и сами продавцы, и покупатели. Это удобно, это комфортно. Но как быть со стоимостью аренды? Наверняка же она взлетает, и, соответственно, поднимаются цены на продукты питания. Это так? Ты знаешь, это не совсем так. Я когда брала за этот материал, я вот думала, что да, новые комфортные условия, соответственно, аренда дороже. На самом деле нет. Люди переходят в эти условия, но плата, она не настолько, не критично выше. И как вот нам сказали представители вот этих вот больших рынков, в общем-то 70% предпринимателей, которые туда приходят, они остаются на своих местах. То есть все не так страшно, как казалось до того? На самом деле да. Я предлагаю продолжить наш разговор буквально через две минуты, а сейчас посмотрим фрагмент его специального репортажа, который зрители смогут увидеть уже завтра. В 2006 году Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, по которому все рынки с 1 января 2013 года должны работать в капитальных сооружениях. Пришло время посмотреть, как исполняется закон. На этот рынок мы пошли с представителями одного из общественных движений, которые борются за права потребителей. Однако снимать нам сразу запретили. У вас разрешение есть на снимку? Проверяющие удивляются масштабу нарушений. Практически на каждой торговой точке. Пожалуйста. Спасибо. Пишите на здоровье. Закон вызвал у предпринимателей неоднозначную реакцию. Если одни обрадовались грядущему улучшению условий торговли, другие опасались даже закрытия бизнеса. Из маленького рынка можно дорасти до многокомплексного объединения. Примеры есть. За 18 лет управляющей компании удалось добиться многого. Начиналось все с железных прилавков. И постепенно, потихонечку, ежегодно вкладывая средства, все это дело развивалось, расширялось, строилось. У нас создана межведомственная комиссия, которая рассматривает ситуацию по каждому из рынков. С начала года мы будем проводить такие комплексные проверки. И те рынки, которые будут не соответствовать этим требованиям, мы им будем выносить предписание о закрытии. Опыт тех, кто уже встал на новые рельсы, показывает, работать по-старому больше нельзя. Нужно идти в ногу со временем. А значит, рынки, которые оказались вне закона, вероятно, в ближайшем будущем будут закрыты. Специальный репортаж. Рынки. Новый формат. Смотрите 19 января в 15 часов на телеканале Подмосковья. Лен, обязательно посмотрю, но ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Действительно ли продукты, которые продаются в крытых рынках, отличаются от тех, которые мы можем приобрести на улице? Ты пришла не с пустыми руками, право не сделала. Эти фрукты я люблю. Я тоже очень люблю мандарины. И вот могу тебе сказать, вот эти мандарины мы купили на улице. Выглядят подозрительно, кстати. Они мягкие, я не знаю, насколько это будет понятно зрителям, но они не очень, не то что красивые, а по качеству какие-то подозрительные. Ты знаешь, Ниль, если честно, я бы не стала их есть, потому что выглядят действительно они не очень хорошо. Хоть и пахнут вкусно. А вот в моем стендапе как раз мандарины мы покупали, не буду рекламировать, в торговом комплексе, в большом, где они хранятся в специальных помещениях, где они продаются при комнатной температуре. И, естественно, домой мы себе привезли мандаринов. И лежали они у меня очень долго, были вкусненькие, хорошенькие. Ну, в отличие от этих. И все-таки по цене намного отличается? Я бы не сказала, что критично. Например, я как потребитель готова все-таки платить за то, чтобы делать покупки в комфортных условиях, в тепле, чтобы мне там снег на голову не сыпался, чтобы я не проваливалась в какие-то сугробы. И чтобы продукты, которые я покупаю, они все-таки хранились, ну, хотя бы какое-то время в холодильнике, чтобы я не выбрасывала их сегодня вечером. Ну, тем более, темп жизни не позволяет каждый день ходить на рынок. То есть покупатели тоже выбирают комфортные условия, и они готовы переплатить вот ту небольшую разницу, которая существует? Ну, судя по тому, что бизнес в этих торговых центрах идет, в общем-то, достаточно неплохо, я думаю, что покупатели готовы платить. Лен, скажи, а вот те рынки, которые уже работают в новых условиях, неужели там все правила соблюдаются? Как ты сама поняла? Ты знаешь, мы не ходили, не проверяли там, допустим, какие-то сертификаты. Мы смотрели, ну, скорее, наверное, вот на все-таки на внешнее. С первого взгляда, наверное, соблюдается все. Кроме того, я немножко, наверное, сейчас проведу такую рекламу, на этих рынках очень много продуктов от сельхозпроизводителей, вот наших местных. Кроме того, там есть места для бабушек, которые там вырастили что-то у себя на даче, там наквасили капусту и пришли ее продавать. То есть фермерское хозяйство, подмосковное, наконец-то получила возможность. Ну, да, наконец-то, люди, наконец-то, да, 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 да. В комфортных условиях. Именно так. Ольян, спасибо большое тебе за ценные рекомендации, за участие в нашей программе. Но я напомню, специальный репортаж Елены Савельевой «Рынки. Новый формат» можно будет увидеть на телеканале «Подмосковье» завтра, 19 января в 15 часов. Что ж, у меня на этом все. Сразу после нас смотрите «Область доверия». Мой коллега Игорь Лычев с гостями программы уже готов обсудить очередную тему. Игорь, здравствуйте. О чем планируете говорить сегодня? Добрый вечер, Нина. В ближайшее время в Госдуме может появиться закон, благодаря которому женщин будут официально призывать в армию. Вот эту тему и обсудим сегодня. Интересно. Будем смотреть. Удачного вам эфира, Игорь. Ну, а я напомню, программу «Область доверия» вы сможете увидеть сразу после завершения формулы событий. Спасибо, что были с нами. И хороших вам выходных. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин